Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии, 20 глава. Это небольшая глава, состоящая всего из шести стихов, содержит пророчества, относящиеся ко времени самого Исаии, то есть вторая половина восьмого века, и к современным, очень важным, внешнеполитическим событиям, которые происходили в его времена. Начинается 20 глава так. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его». «Азот» — это Аждод, так этот город называется сегодня, так он называется в Библии. «Тартан» — это титул, это не собственное имя. «Тартан» — это ассирийский титул, означающий генерал, военачальник. Вот своего генерала, своего военачальника, царь Саргон, послал к Аждоду. Аждод — город филистинский, палестинский, находящийся на берегу Средиземного моря, совсем не так далеко от Египта, ну, еще ближе, конечно, город Аза, который сейчас называют чаще Газа, город Аза. Ну, и чуть севернее его город Аждод, поэтому из Газы очень любят обстреливать этот израильский город Аждод, сея в этом городе смерть, и погибнут несчастные мирные жители. Но вот тогда Аждоду тоже не поздоровилось, и этот самый Аждод был атакован войсками ассирийского полководца-генерала, который назван здесь просто «Тартан», то есть генерал, полководец, и его послал Саргон. События эти известные, они произошли, это события, взятие и разгром с Аргоном II города Аждода, Хилистимского, произошло в 711 году до Рождества Христова. 711 год, то есть конец VIII века, время Исаии, и назван здесь по имени Ассирийский царь. Взял его, взял Аждод, ну, наверное, жестоко с ним расправился по обычаям того времени, ассирийцы были очень жестокими, и известно, что они жестоко наказывали города, которые они захватывали, которые сами не хотели сдаться. Захватив эти города, они сравнивали эти города с землей, а посреди городской площади сооружали пирамиды затрупленных голов жителей этого города. Головы рубились и складывались в пирамиды. Взял его, вот такое грозное произошло событие во времена Исаии. Зачем же все это Исаия говорит нам в своем пророчестве? В то самое время, время близкое к, собственно, времени произнесения этого пророчества, Господь сказал Исаии сыну Амосову. Назван здесь Исаия по отчеству, Исаия Амосович. Амоц, так звали его отца, мы узнаем из первого стиха книги пророка Исаии, об имени, о том, как звали его отца. Исаия был, по всей видимости, вельможей, поэтому используется патронем в приложении к нему, то есть используется отчество. И древние церковные, и иудейские древние средневековые комментаторы говорят, что если названо просто имя пророка, то пророк, скорее всего, был не очень знатного происхождения. Вот, допустим, пророк Миха там или Нахум, они не были, скорее всего, знатного происхождения, Амос, поэтому и не содержат их имена патронемов, то есть они просто упоминаются без отчеств. А вот, скажем, такой пророк, как Цфанья с Афония, там несколько перечисляется имен его предков, и отец, и дед, и прадед, это говорит о том, что он был очень знатного происхождения. Вот, ну, Исаия тоже был происхождением знатного, по всей видимости. Здесь вновь упомянут его отец. Отца звали Амоц. Не путать с Амосом, пророком, в этих именах, Амос и Амоц, и то, и другое имя состоит из четырех букв, две из четырех букв различаются. В случае отца пророка Исаии, в случае пророка Амоса, одна из книг носит имя пророка Амоса, как мы знаем. Так вот, что было ему сказано. «Пойди, сними вретище с чресла твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Было дано такое указание от Бога Исаии. То есть вретище, знак траура, знак скорби, знак покаяния, жесткая такая мешковина, дерюга, в которой облачался человек вместо мягоньких одежд, вот, в знак покаяния, скорби и своего сокрушения. Также пленных облачали во вретище. Кстати сказать, вот это единственный пророческий жест, пророчество в действии, как бы, который использует Исаия. Через 150 лет Иеремия и Иезекииль будут очень часто пользоваться пророческими жестами, символические действия будут совершать. Вот, а об Исаии мы читаем вот только здесь, что он снял вретище с чресла своих, сбросил сандалии, ходил ногой и босой. То есть его пророчество состояло здесь, в данном случае, не в словах, а в действии, чтобы люди видели, это было для них каким-то знаком, каким-то, какой-то содержало для них весть, какой-то месседж, что вот он, пророк, ходит ногой и босой, вретище свое пророческое снял со своих чресл и сандалии, сбросил, ногой и босой ходит. Что это значит? И дальше, обычно, после такого символического действия, жители должны были заинтересоваться, в данном случае, жители Иерусалима, что же все это значит, и получить какое-то объяснение. И сказал Господь, вот дальше как раз содержится это объяснение, почему так поступил Исаия, его пророк, «Как раб Моисая ходил ногой и босой три года в указание и предзнаменование Египте и Эфиопии, так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, ногими и босыми, с обнаженными чреслами в посрамлении Египту». По обычаям того времени, наголо обревали пленников, связывали их веревками или даже цепями порой, и вот так вот пешком их ввели, депортировали ассирийцы в пределы коренной Ассирии. Не уничтожали их, а переселяли их большую часть, те, кто выживал во время таких тяжелых переходов. И вот здесь говорится о переселенцах из Египта и Эфиопии. Из истории известно, что Ашур-Нацер-Апал, Ашур-Банепал, в 60-е годы 7 века взял фивы, разгромил Египет. И вот, может быть, это пророчество относится к тому, то есть не такому уж далекому, от Исаии времени. То есть пройдет 50 каких-то лет, и сбудется это самое пророчество. Может быть, и во времена самого пророка были какие-то события, связанные с этим. А может быть, этот текст имеет несколько более позднее происхождение, чем окружающие этот текст, другие тексты, другие главы. Ну, как бы там ни было, пророчество здесь содержится. У нас нет оснований сомневаться, что пророчество принадлежит Исаии, что Господь говорил с сыном Амоца. Об этом прямо свидетельствует текст. И значит, Египет и Эфиопия должны готовиться к тому, что египтяне их захватят, разгромят и поведут их население, депортируют в пределы коренной Ассирии. Для чего же все это дано? Сказано было израильтянам, иудеям. Ведь Исаия ходил ногой и босой среди своего народа, среди иудеев, для того, чтобы его народ, израильтяне, иудеи, понимали и знали смысл и суть происходящих в мире событий. Вот мы любим новости, слушать, смотреть, читать о новостях. Каждый день заглядываем в ленты информационных агентств, ну, или кто откуда привык добывать информацию. Мы узнаем о каких-то событиях, но мы не знаем их значения порой, их смысла. Ну, мало ли, что-то где-то там произошло. А какой в этом смысл? А какой в этом не только исторический, но и метаисторический смысл? Как это все ведет к концу человеческой истории? Какой вообще смысл в происходящих событиях? Кто нам это объяснит? Это не объяснят политические комментаторы, не объяснят репортеры, это объяснят пророки. Поэтому пророки, в том числе Исаия, содержат для нас новости, которые всегда самые свежие. Они более свежие, чем сегодняшняя утренняя газета. О том, что пишет Исаия, касается не только Тартана, Саргона, Египта, Эфиопии, ассирийцев, израильтян того времени, касается непосредственно нас, каждого из нас, читателей, книги пророка Исаии. «Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей, из-за Египта, которым хвалились». Ну, ассирийцы высмеивали египтян и говорили, «О, Египет, это трость надломленная». Кругом растет тростник, камыш, шумел камыш по берегам Нила, тростник гнулся. Так вот, очень легко сухую трость переломить, сломать, и тогда тот, кто на нее обопрется, этот образ содержится, пророк, тот, кто на нее обопрется, он проткнет свою руку. Вот ассирийцы насмехались над египтянами, это есть аналог, и говорили, что Египет, не надо вам надеяться на Египет, ни Аждоду, ни каким-то другим городам, ни Иудеям. Эта трость надломленная, всякий, кто на нее обопрется, проткнет свою руку. Нельзя, Египет не может быть опорой. Слабый Египет для того, чтобы быть опорой для других народов. Действительно, во времена господства Ассирий в Передней Азии, Египет был очень слабым государством. Эфиопская династия сменится другой династией, и история будет продолжаться, идти своим чередом, но и на Египет операция не следует. Эта надежда устыдит, ужаснет те, кто надеются на Эфиопию, то есть на Эфиопскую династию, и на Египет, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны. Вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского. И как спаслись бы мы? То есть увидят народы, и Аждот увидит, Азот вот этот самый, который ассирийцами был поражен во времена Саргона. А самое главное, соплеменники Исаии, израильтяне увидят, что ненадежно, ненадежно вот это вот опора, ненадежно Египет. Казалось бы, мощное государство, несокрушимое, будет сокрушено ассирийцами. И говорит Исаия своим соотечественникам и современникам, не надейтесь на Египет. Если вы будете надеяться на Египет, надежда ваша развеется. Вы устыдитесь своей надеждой, ужаснетесь гибели Египта. Так оно и произойдет. И что будет с теми, кто надеялся и полагался на Египет? С ними поступят очень жестоко. Как выше было сказано в предыдущей главе, что притеснитель будет очень жестоким и беспощадным. Вот ассирийцы будут очень жестоки. И по всей видимости здесь, между строк мы можем прочитать, что город Аждод, Азод, он противостоял ассирийцам, был в антиассирийской коалиции. Это было нередко, когда мелкие города, мелкие государства вступали, сколачивали коалицию, чтобы противостоять ассирийцам. Во главе этой коалиции стоял уже слабый к тому времени Египет. И те, кто в этой коалиции были антиассирийцам, они жестоко наказывались. Поэтому здесь содержится у пророка предупреждение. Израиль не должен вступать в антиассирийскую коалицию, не должен полагаться на Египет. Египет не сможет противостоять ассирийцам, а на кого же Израиль должен полагаться? На верховного главнокомандующего своего, на Господа Саваофа. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!